проповеди, да? Знаете, буквально вчера Геннадию звонил наш приятель из Софии, и он жаловался на сердце, что у него проблемы с сердцем, там, тахикардия и всё, и он ему говорит, Даниэл, хватит плакаться, больше юмора, больше счастья, веселья, ну, начни радоваться, то есть радость — это эмоция, которая нам необходима. А ещё недавно, ну, где-то год назад, полгода назад я читала тоже литературу, где написано, что «учитесь смеяться над собой». Вот мне очень нравится казахи, что они умеют смеяться над собой, и когда вы попадаете в ситуацию какую-то, где вам хочется разозлиться или что-то, нужно посмеяться. И вот сейчас Павел говорил, я вспомнила ситуацию, можно я тоже её расскажу, да. Нет, я короткая, у меня нет помазания проповедника. В общем, Турция, на следующий день нам нужно ехать в Стамбул, там преподавать, я записалась к парикмахеру, прихожу, он говорит, воды нет. Ну, у меня часто такое бывает, что я прихожу, я говорю, ничего, будем молиться, ну, верой так беру. Ну, и в этот раз тоже пришла, говорю, ну, они говорят, мы можем, если что, я говорю, да, всё, не отменяем ничего. В общем, парень-мужчина-парикмахер, и он начинает, значит, мне мыть голову, к нему приходит второй парень на помощь, это, оказывается, собственник. Сначала они меня поливают слишком горячей водой, потом слишком холодной, потом я чувствую, вода течёт мне туда за шиворот, и я такая, сейчас я разозлюсь. И думаю, так, я недавно прочитала, нужно смеяться, и я начинаю хохотать. Ну, переводчика-то нет, понимаете, да? Я хохочу, они такие, типа, что случилось? Я говорю, всё, там уже всё мокрое за шиворот. Вот, но они мне сделали очень хорошую скидку, и я была довольна, что я, ну, в такую не этот, не критиковала их, а просто посмеялась. Ещё, знаете, ещё момент. С годами эндоморфин, гормон радости, вырабатывается всё медленнее и всё меньше, и поэтому, чем старше человек, тем он становится ворчливее. Поэтому надо больше радоваться, смеяться, да, и находить возможности для этого. Поэтому сейчас я вам тоже расскажу одну, одну следующее, чему мы сейчас порадуемся, да, по завершению у нас собрания, у нас будет уборка территории. Уля приготовила вкусный суп, но она сказала, но она сказала, я накормлю всех только после того, как они уберутся. Потому что если я накормлю сейчас, они расслабятся и будут плохо убираться, да. Трудящийся достоин пропитания. Поэтому будем радоваться, да. Будем радоваться. Аминь. Давайте помолимся за пожертвования. Брат Алексей хотел сегодня помолиться. Ты не час молишься, нет? Нет. Не, ну, слава Богу. Пока все пожертвования не принесут, я молюсь. Давайте помолимся. Все подготовили свои финансы. Дорогой Господь, мы тебя благодарим за то, что ты собрал нас здесь всех. Спасибо тебе большое за каждого, кто пришел сюда, за его работу, за его доходы, за его достаток, что мы можем пожертвовать себе не только какие-то свои ежедневные нужды, но также и пожертвовать на благое дело, на развитие церкви, относиться с легкостью к этому, чтобы не было никаких мыслей, что вот я отдаю свое. Нет. Вы не отдаёте свое, вы жертвуете на то, чтобы вам пришло потом в два, в три, в десять, в семьдесят крат больше. Спасибо, дорогой Господь, что ты открываешь наши сердца, что ты делаешь их мягкими, что ты делаешь нас более щедрыми. Мы молимся тебе с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь.